Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хранитель Монстров Поехали Так, мы с вами в синих пещерах находимся И тут наверное надо быть аккуратненьким Кстати, вот этот монстрик мне нужен, интересно, а он слабый или сильный? Уровень-то не показан, смотри какой-то мохнатый тут бегает, давай попробуем, рискнем, как говорится Какой уровень? Шестой, 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 ладно, в принципе мы на равных Начать бой Что он там делает? Не понял я Откуда у него там взялся какой-то бобер? Ладно, начнем, наверное, мы Так, выстрел с Лизи Поехали Так, избиение, слушай, избиение, кстати, неплохо О, лучше воздушный серп Погнали Замечательно, и добьем Слушай-ка, а мы не добьем с тобой Удар молнии Неплохо Так, посмотрим, что делает противник Вау Что? У него Тихо-тихо-тихо-тихо, посмотри, что у нас происходит Мы в аэре можем с тобой потерять То есть у них атака, будь здоров Так, минус один Поехали дальше Так, вот этого мы, наверное, кто это такой? Тенгу Угу, пол-хп мы у Тенгу отобрали Слушай, ну смотри, у него массовый поджог Офигеть просто Вот это он зажигает, а? Чувачок-то вот этот вот Надо Тенгу Подбить как можно быстрее Так, ну что же Один на один с Бобром Мы с вами, да? И я думаю, что мы сейчас с ним разберемся Один-то он здесь кто? Да никто Поехали Отлично И Подожди, мол, нефигово Вот, лучше взрывом Что он делает? У него лиственный удар Поехали Ага, защита у него была Добьем? Да, добили Ну, чего нам тут дадут? Три звездочки Слеза Феникса Ну, мы знаем, что такое Слеза Феникса Это мы можем С вами оживить Любого погибшего Нашего питомца Так Первый бой Ну, показал, что да Действительно, здесь монстры такие Не столько живучий по житухам Сколько по атаке Они очень сильно бомбят Нужен ключ синей пещеры Которого у меня, естественно, пока нету Но это пока Слушай, скорее всего Ой-ой-ой Смотрите, мы с вами С вами попадаем в такие места Мне кажется, вот здесь можно Наверное, разбить Так, дай-ка я возьму Питомца Котика Ну, я не знаю Может быть, я ошибаюсь, конечно Ха-ха-ха-ха Нет, я не ошибаюсь Видите, да? Браслет 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 Плюс один Защита 16 Да ё-моё Спец Возможность Как он там? Ага, всё, понял Так, если я отсюда Вот так вот Донесёт? Донёс Молодец, красавчик Ой, не упасть бы Оу, тут сундучок Тут сундучок И 250 голды Слушай-ка, смотри-ка Вот тебе здесь ничего не кажется подозрительным? Подожди-ка Вот здесь вот Давай попробуем Пробить Пробить нашим котиком Нет, друзья мои Не получается Слушай, а как мне интересно Наверх попасть? Наверное, такой возможности Нету здесь, да? Наверное, нету Наверх я не смогу Подняться Хотя, опять же, не факт Может быть, отсюда я смогу долететь Но это Маловероятно Так, ну что Давай пойдём тогда Мы с вами откроем Ворота Которые здесь у нас закрыты Действия Ага Старые знакомые Мы с ними уже дрались Так, действия Перемещение платформы Вверх-вниз 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 Ну, например, вниз А-а-а-а-а Я, кажется Кое-что Друзья Мы и понял Там Платформы Так Эту, по-моему, надо Или их все лучше наверх Их, наверное, все Поставить нужно Наверх Только после этого Мы сможем с вами Запрыгнуть на них Если я, конечно, не ошибаюсь. Давай-ка глянем. Мы с вами установили все платформы наверх. Слушай, вот тут, наверное, зря я наверх поставил. Здесь, наверное, я зря. То есть, получается, мне нужно... А вот это почему-то внизу. Смотри, смотри, что нам нужно сделать с тобой. Вот эту платформу, самую крайнюю, поставить... ...поставить наверх. Первую немножко ниже мы возьмем с тобой, да? Смотри-ка, тут еще игра оказывается со своими загадками. Значит, здесь мы с тобой опускаем вниз. А вот здесь поднимаем наверх. Я вот, правда... Господи, вляпался все-таки. Ну, ладно. Давай начнем бой. Только выберу я монстров сам. Я забыл тогда выбрать монстров своих же, естественно, друзья мои. Поэтому так все и получилось нелепо. Ну, и возьмем Феникса. Давай посмотрим, насколько... Оу, совсем другое дело. Вы посмотрите, сколько мы с вами наносим урона. Так, Ледяной Град. Ой-ой-ой-ой-ой. Мой вот этот морж как-то здесь не особо хорош, если честно. Он может нанести повреждение вот этому только более-менее. Взрыв. Удар молнии. Взрыв. Давай, конечно же. Опс. А вам не кажется, что я немножко лопухнулся? А знаешь в чем? В том, что я не взял с собой хила. Ну, ладно. Я буду надеяться, что мы их быстрее ушатаем. Потому что хиллера-то нету. У меня же блоб. Подхил. Подожди-ка, я не... А откуда здесь взялся еще один монстр? Тут же их было вроде бы... Трое. А, он захиливается, да? Слушай, не нравится мне это все. Ой, не нравится мне это все, друзья мои. Поддержка. Давай, наверное... Давай поддержку поставим, да, с тобой? Так. А как мне в любой момент, например, подхилить? Я могу же это сделать или нет? Ну, использовать хилл. Давай-ка посмотрим. Так, тут... Слушай, нет. Погоди-ка, вот здесь вот. У нас предметы. Мы можем... Давай-ка отступим. Убежал, да? Ха-ха, подпрыгает. Хочет меня подловить. Но я специально, ребята, отступил. Потому что без блоба мне там делать нечего. Меня бы просто там уничтожили. Так, а вот здесь уже мы будем с тобой пытаться... Чуть-чуть не хватило. Ладно, ничего страшного. Я попробую все равно ведь запрыгнуть. Отлично. Хорошечно. Блин. Оказывается, недостаточно с вами. Высоко мы подняли третью платформу. Поэтому нам придется еще выше ее поднимать. Может быть, даже вообще на самый-самый верх. Так, это получается мне нужно два раза... Да чтоб тебя! Так, ну на этот раз я тогда уже сделаю немножко по-другому. Я беру блоба. Я беру катсеркера. И... Ну, явно я не буду брать вот этого вот. Он салабон. Морж в данный момент вообще салага. Так, ну что, погнали. Магический выстрел, да? Кислотный дождь. Поехали с кислотного дождя. Так, когти. Наковыряли. Так, избиение. Нет, давай сделаем, наверное, мощь на наш отряд. Вот так вот будет хорошо. Ты смотри-ка, а. Тихо-тихо. Главное, чтобы не убили никого. Ой, жестко-то как, а. Ты посмотри, какие они тут сильные. Так, котсеркер. Давай-ка мы с собой вот этого не добили. Избиение. Минус один. Шикарно. Так, щит. Повесили себе второго уровня. Так, у нас еще это отравление, которое нас потихоньку с вами уничтожает. Когти. Я даже не знаю. Давай вот сюда, наверное. Когти. Потом мы с вами сделаем избиение. Отхиляется или нет, как думаешь? Смерч. Так, ну мы пока живем еще. Давай вот сюда вот подхил сделаем с тобой. Добьем. Так, избиение. Нормуль. Ну, враг действительно силен. Ой-ой-ой, у нас первые потери, друзья мои. Но мы можем с вами что сделать? Слезу феникса. Вот так-то оно будет лучше. И мне спокойней. Так, избиение. Добиваем. Все, друзья мои. Победа за нами. Две звездочки. Дымовую шашку мы с вами получили. И уровень. Уровень у меня получил мой орлик. Так, давай-ка мы, наверное, навыки. Орлик. И прокачаем с ним перьевая буря второго уровня. Да, пускай будет так. Ну что же. Про рычаг мы с вами не забыли, да? Вот этот нужно нам с вами поднять вверх. Я вот не знаю. Может быть еще разок надо вверх нажать? Просто вот так вот каждый раз бегать, смотреть. А другого выбора-то все равно нету. Приходится вот так вот бегать, смотреть. Так, ну здесь мы с тобой перелетим. Это понятное дело. Так, здесь перепрыгнем. Здесь перепрыгнем. Хм. Или еще надо было выше ставить? Ну я попробую сейчас прыгнуть. Нет, друзья мои. Надо еще выше немножко ставить. Как видите, не хватает у нас с вами вылета, чтобы туда забраться. Завис, елки-палки, на этом уровне. Еще, кстати, замок у нас полностью-то не разведан. Да-да-да, вверх. Будьте добры мне, пожалуйста, вверх. Может быть мне отсюда выйти, пока не поздно, а? Из этого подземелья, из этих синих пещер. Так, секунду. Полетели. Так, здесь... О, вот здесь уже хорошо, друг. Подожди, ты, я не это хотел. Господи. Вот. Так, и перелетаем. Смотрим, друзья мои, что у нас тут дальше. Мы можем с вами пойти вниз. Какая-то кнопка. А... А как? А как? Это меня уже интересует очень сильно. Смотри-ка, тут мы должны как-то что-то ставить. Хм. А ну-ка посмотрим, что у нас тут наверху. Очень много тенги. Тенги тут. Только шорок. Надеюсь, они не подпрыгнут. Сундучок охраняете, да? Что там у нас? Катар. А наверх я тоже не смогу. А как вот... Хе. Как мне наверх попасть? Никак, по сути, да? Значит, нам нужно где-то вот здесь вот с вами разбираться. Так, тут у нас грибы. Мухоморы эти. Кстати, мы с ними ни разу, по-моему, не дрались. Пойдем дальше посмотрим, что у нас тут. Так, грибок. Дай-ка я возьму кот Серкера, потому что... Нет, тут все пока тихо. Тут все тихо у нас. Такое впечатление, что здесь будет какой-то гриб у нас. Босс. Ничего себе, как я... Далеко вниз ушел. Красный самоцвет. А здесь цестус плюс один. Уже прокачано, кстати, оружие идет у нас. А, ты смотри, что делает. Оп, грибок, отвали. Они прыгают. Они, ребят, специально прыгают для того, чтобы... Опа. А ну, отойди и посмотри, как с диким монстром разделается истинный хранитель. Это он типа на Блоба, да? Блоба я бы мог забомбить. Еще одна славная победа. Ха-ха-ха. Эх ты, Леонард, Леонард. Блоба подбил и радуется. Господи. Я его должен обставить. Или унизить. Ну, как бы его немножко принизить самооценочку, потому что он тут слишком много выпендривается. Нужен ключ от синей пещеры. Очередной. Так, у нас тут есть телепорт, и это классно. Слушай, ребят, я все дальше и дальше куда-то иду, а мне как-то надо территорию идти. Кот Серкер! Вот, не в данный момент мне тут нужен Орлик, а не кот Серкер на самом деле. Если я хочу туда перелететь, согласись. Полетели. Тут у нас как раз и... А-а-а. Вот оно что, да? Ну, тут уже тогда... А Морш, интересно, что делает? Угу. Выпускает некую волну. Волна нам не нужна. Так, раковина. Плюс два. Защита сорок четыре. Так, меняем на Орла. То есть я куда-то все выше и выше иду, по идее, да? А надо ли мне вообще туда идти? Он на высоту-то на эту. Хм, непонятно. Тут у нас опять эти мухоморы. Опа. А вот с этим мы еще не дрались. Или дрались? Дрались, по-моему, да? Давай-ка проверим его на прочность. Так, он седьмого уровня. Он седьмого уровня. Давай-ка мы, наверное, код Серкера возьмем. Блоба. И Орла. Кто кого, как думаешь? Так, я не знаю, что делают эти поганки. Но. Так. Начну я, пожалуй, вот с этого вот монаха. Так, отлично. Давай теперь выстрел в монаха, опять же. Отравили. Так, и... Взрыв получается лучше всего. Смотрим, что они делают. Ну, кот Серкер получил. Ага. Понял. Ничего страшного, друзья, нету. Так что мы сейчас с ними быстренько разделаемся. Так, выстрел с Лиззи. Взрыв. Так, неплохо, да? Споры второго уровня. Ага. Броню сжег. Мой Мор. Тихо. Ты понял? Сейчас кот Серкер. Вот почему у него так мало здоровья? У него даже не то, что здоровья мало. У него нету защиты против магии. Вот что я заметил. Так, одну поганку уничтожили мы с вами. Остается еще одна. Давай, Слизь. Потому что это отравление автоматически вешается. Взрыв. То есть у него молния, да? И отравление. А он делает избиение. Добиваем. Ну, вот так вот. Победа за нами. И смотрим. Три звездочки. Получаем 42 голды. И медь. Вау. Каждый получил по уровню. Ну, что же. Навыки, естественно, будем в первую очередь расставлять. Так, кислотный дождь. Это все хорошо. Это все классно. Так, это у нас исцеляет одну цель. Да. Давай второго уровня. Чтобы, ну, посерьезнее уже отхил был. Здесь что нам? Интересно прокачать. Триггер атаки. При каждой атаке дополнительный удар наносит урон в размере 35 от атаки. Давай сделаем. Здесь у нас нет очков. Здесь очков нету. Все, что ли? Всего два персонажа. Мне что-то показалось, что они больше там получили. Так, а что у нас тут? Ага. Проход куда-то. Мы все дальше и дальше с вами идем. Меня это немножко пугает. Как будто в какую-то неизвестность. Так, тут у нас монахи. Перепрыгнуть бы их всех тут. Может быть, конечно, я зря с ними не дерусь. Потому что нам надо получать уровень, согласитесь. Так, я вижу там сундук. Нам нужно получать уровень и зеленый самоцвет. Шикарно. Ключ. Здесь ключ от синей пещеры. А ведь он нам куда-то нужен. Где-то мы с вами какие-то ворота... Ать! Вляпался. Вляпался. Выбрать монстров. Блоб. Кот-сиркер. И... И орел. Хотя надо было взять, наверное, ваера. Ну что. Начинаем нашу эпопею. Начнем с монахов. Начнем с вами с монахов. Когти. Регенерацию пока мы вешать не будем. Так, взрыв. Ну да, взрыв получается здесь посерьезней. Слушай, отравление довольно неплохо отнимает здоровье, на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж вы такие... Мощные-то, а? Господа хорошие. Что вы так жестко бомбите по нам? Когти. Блин, не добили. Взрыв. Я думаю, что... Его убьет... Да. Его убьет именно отравление. Этого монаха? Какие там морозильные удары? Что-то новенькое. Так, когти. Поехали, когти врубим. Так, и взрыв. 116. Прикиньте, 116 здоровья отнимает у него отравление. Я считаю, что это круто. Так, лечим нашего кота. Применяем когти. Делаем взрыв. И остается этот зеленый мохнатый чудик. Который все у нас кислотой своей пуляет. Угу. Когти. Взрыв или... Да, взрыв. У меня магии больше нету. Восстановление. То есть он лечит, да? Лечит сам себя. И... Это последний удар. Все, друзья мои. Он отдуплился. Победа за нами. Мы получили с вами медь. И два персонажа у меня получили уровень. Морж и кот. Морж и кот. Ну что ж, давай посмотрим. Так, коту. К коту нам надо прокачать что? Здоровье плюс? Или крит? Я думаю, что лучше крит. А, уже изучено. Тогда нет. Тогда давай. Вероятность критического урона при первом ударе атаки возрастает на 20%. А вот это хорошо. Вот это вот очень крутенько. Так, где у нас морж? А вот и морж у нас здесь. Что у тебя есть? Насмешка. Кстати, я насмешку так... А, я не увидел, потому что я им практически не играл. При каждой атаке дополнительный удар наносит урон в размере 10% от максимального уровня здоровья. Не знаю. Накладывает канал. Положительный эффект на весь отряд. Я не знаю, что это за канал. Но я его изучил. Так, ну что же. Нам с вами нужно двигаться... Блин, а как вот сюда запрыгнуть-то? Никак, да? То есть... Так, здесь у нас с вами будет не здесь даже, а в следующей комнате телепорт. Так, а я могу... Вот здесь. Да, вот она дверь. Открываем ее и проходим дальше. Опачки. Друзья мои, какой-то дух здесь уже. Так, дай-ка я перепрыгну. Перепрыгну и хочу просто посмотреть, что у нас внизу. Я надеюсь, мы с вами не тонем. Получено пояс плюс 2. Вот это я зашел. Слушай, я могу утонуть? А, нет, ребят. Я, оказывается, тонуть не могу. Это уже плюс. Это уже плюс. Тогда давай сюда. Да что ж такое-то. Тенго, отойди от меня. А эти призраки? Ага, вот так вот можно с ними перепрыгнуть. Что, опять ключ? Сапоги двойного прыжка? О, друзья мои, ну вы поняли, да? Для чего сапоги здесь двойного прыжка. То есть я сейчас окажусь в тех местах, где я не смог запрыгнуть. Например, вот здесь вот. Угу. Здесь нужно сделать немножко по-другому. Здесь надо прыгнуть и подлететь. Вот таким вот образом. И, наверное, здесь... Ай! Погоди, 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 погоди. Может быть, отсюда получится? Отсюда получилось. А там? Там тоже, по идее, должно получиться. Слушай, а может быть, кот-сирк? Нет. Кот-сирк, наверное... Хотя, кто его знает? Может быть, здесь какая-нибудь ловушка... Ну, не ловушка, а комнатка. Нет, друзья, у меня никакой комнатки нету. Слушай, а хорошо, что я взял орла, да? Что мы с вами можем вот так вот перепрыгивать, перелетать. А если бы я взял какого-нибудь другого монстра? Мы бы, наверное, с вами... Мы бы, наверное, с вами много чего не могли бы сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. А как... Слушай, а зачем мне прыгать наверх? Я же буду просто-напросто допрыгивать... Да непонятно докуда. То есть, мне это каком-то вообще неинтересно даже. Мы с вами, знаешь, что сделаем? Пойдем лучше туда, где мы действительно... Были и... Не смогли перепрыгнуть. Слушай, двойного прыжка. Может быть, у меня будет кнопка двойного полета? Не кнопка, а... Какое-нибудь... Супердействие. Было бы неплохо, да? Кнопка... Смотрите, я... Ох, вообще в легкую запрыгиваю. Так, вот здесь вот я не был. Да ладно тебе, ключ синей пещеры. Ты достал уже, а? Везде этот ключ противный нужен. Так, что у нас тут? Медь. А здесь хлопок. Медь, хлопок. Это все хорошо. Но я не швея, чтобы тут тебе разбираться этими. Так, давай посмотрим тогда здесь. По-моему, тут тоже у нас что-то есть. Сегодня серия будет посвящена чисто исследованию синим пещерам. Мне почему-то так кажется. Что тут? Тут решетка. Хм. Тихо-то, не надо падать. А, вон ключ. Наверное, да? От синей пещеры. Что я там получил? Так быстро промелькнуло. Ключ от синей пещеры. Так, друзья, мы с вами идем... Идем, наверное, открывать ту дверь. Но тут-то что? А как мне интересно пробить? Хм. Интересно. Девки пляшут. Пойдем. Пойдем с тобой и откроем ту дверь. Самому интересно, что там у нас происходит. Что у нас там вообще находится. Вообще, люблю все новенькое открывать для себя. Так. Открываем. И проходим. Ага. А это у нас не исполен ли случайно? Нет, ребят, он бежит ко мне. Так. А кто ты такой? Продолжать движение в этом направлении может быть опасным. Особенно для такого молодого хранителя. Кхе-кхе-кхе-кхе. И пошел. Хм. Какой странный. Кажется, я уже видел его маску. Но моя память начинает... Кхм. Но моя память начинает сбоить, когда я пытаюсь вспомнить что-нибудь из другого столетия. Возможно, стоит узнать, кто он. Да. Возможно, стоит узнать. Только как? Опа. Это... Это же исполин. И я сомневаюсь, что мы к этому готовы. У меня есть идея. И я буду держаться на расстоянии и изучу его поведение. То есть, ты хочешь сказать... Хе-хе-хе-хе. Ты хочешь сказать, что я должен драться с этим исполином? Ой, ребят, ну что делать? Поехали. Так, начать бой. Кого возьмем с вами в бой? Я думаю, надо брать кот Серкера. У него девятый уровень. Девятый. Ё-просоте. И блоба берем. Когти. Угу. Давай, начнем с когтей. Так, взрыв. Да, только лишь взрыв нам поможет здесь. Так, выстрел слизи. Ну, давай отравим его, да? Смотрим, что делает он. Каменный дождь. Ядрить тебя на корень. Вот это был каменный дождь, ребята. Вот это вы посмотрите, сколько он нанес повреждения моему коту. Так, давай-ка, блобчик, исцели мне котика моего. Угу. Так. А что это он по два раза-то бомбит? Может, нам поставить регенерацию? Сколько там? Не написано, да, сколько вешает? Ну, регенерацию я в любом случае повешаю. Плюс, давай-ка мы, наверное, здесь с тобой используем предмет. Малое зелье. Осушайся вот этого. Давай лучше большое зелье применим на нашего котика. Так, блобчик, что же ты мне можешь здесь сделать? У него нет никакой поддержки, друзья мои. Ну, может быть, так, а противники? Что мы видим? Что это минотавр. Что он уязвим к огню и сопротивление у него к траве. Или к листве, короче, к природе. Хм. Ну, по магической атаке он слабак, а вот по физухе он, конечно, силен. У нас есть что-нибудь такое? Нету ничего, да? У нас ничего с вами такого нет. Ладно, делаем с вами просто обычный выстрел с Лизи. И смотрим. Угу. Феникс, кстати, очень хорошо держится на самом деле. Очень хорошо. Так, делаем взрыв. И делаем исцеление. Все, шикарно. Смотри, а. Вот доколупался до моего орла. Ну, мы тоже неугомонные с вами. Кстати, орел больше всего наносит повреждения. Вы заметили? Исцеление. Давай, лечи. Так, он потихоньку травится, ребят. Каменные дожди. Вот кот получает, конечно, колоссальные повреждения. А ну-ка. Ага, шикарненько. Взрывчиком теперь его. И маленечко исцелим. Классно. Слушай, мне кажется, мы с вами сможем забомбить этого Исполина. Может быть, я ошибаюсь. Но посмотрите, у него здоровья-то уже мало. Ага. Так, и хилку. У нас, кстати, с вами манна заканчивается. И это меня не радует. Так, когти. Подожди, не когти. Хотя абсолютно одинаково. Что когти, что резкий удар. Взрывчик. И исцеление. Я хотел блобом добить, но подумал, что блоб у нас по атаке вообще ни о чем. Победа. Сколько, ребята, мне дадут звезд? Три яйцо фигушки, да? Кольцо мощи зато я получил. Шанс крит урона плюс 11%. А левел? О да. О да. Ха-ха-ха. Вы получили новый ранг. Хранитель неофит. У торговцев появились новые предметы. В башне хранителей теперь есть дуэльный круг. Ого. А ты молодец. Ты куда храбрее меня. Я думал, что готов к этому, но едва увидел этого исполина, меня словно парализовало. Кстати, а ты тоже встретил того подозрительного человека? Вы все еще здесь? Вы нашли исполинов? Да. Рэй Моррис только что разделался с одним из них. Что? Вы наверняка перепутали его с обычным монстром. Исполин наверняка все еще бродит где-то поблизости. Ха-ха-ха. Идищи. Идищи. Какой самодовольный. Как бы то ни было, я вернусь в крепость и попытаюсь найти что-нибудь про того подозрительного типа. Встретимся в библиотеке в крепости хранителей. Так, ну что, друзья мои, очень хорошие новости. Браво, Рэй Моррис, ты справился с первым испытанием, которое выпало тебе как хранителю монстров. Интересно, на что ты еще способен? Поверь мне, Орлик, на многое я еще способен. На многое. Единственное, что мне все-таки непонятны некоторые вещи. Во-первых, как, ребята, мне открыть ту железную дверь, которая у нас закрыта? Я думаю, что вам тоже это было бы интересно узнать. Так, здесь я могу подпрыгнуть. Так, здесь, кстати, я не был. Это новое. Ох, сколько тут духов, ребята. Может быть, стоило подраться, конечно, с ними. Так, это мы куда-то с вами двигаемся наверх. Но, в любом случае, синие пещеры нам нужно с вами полностью разведать. Это желательно. Ать! Господи, хотел перепрыгнуть и прямо на него пердаком своим приземлился. Ладно, берем код Серкера, Орла и Блоба. Нашу стандартную команду. Поехали. Нормуль. Это для начала. Так, молния. И выстрел ядовитый. Да хорош ты своей кислотой тут пшикать. Так, он меня еще немножко поджарил. Тихо, Блоб-то, кстати, друзья мои. Вот-вот может отдуплиться. Это невыгодно мне. Давай-ка его лечить, родного. Угу. Так, выстрел слизи. Взрыв. Слушай, ну Феникс очень хорошо себя ведет. У него броня, и это мне нравится. То есть он живучий с помощью вот своей брони. Так, мы опять с вами залечиваем нашего Блоба. Огненный шар. Слушай, огненный шар очень сильная вещь. Так, давай добьем этого хламона. Он что-то достал уже тут. Отхиливается все время. Выстрел слизи. Давай попробуем, наверное, его... Нет, не получится. Отравим. Отравим. Ну, погиб. Так, ну что, Тенга. Теперь твоя очередь. Ну, тут все довольно быстро будет. Надеюсь. Давай его отравим сразу же. Огненный шар. Ну, котик мой выдержит. Да, друзья, добили. Ну что же, победа. Звездочек получаем всего лишь две. Яйцо Грамми. А, значит, этого чувачка звали Грамми. Так, опять получили по уровню. И выведем с вами яйцо Грамми. Давай-ка зайдем в сумочку. Так, вскрыть яйцо. Конечно, вскрыть. Вот он, друзья мои. Это Грамми. Так и будет называться. Так. Зелье сброса навыков. Нет, нет, нет. Это мне не нужно. Так. Очко навыков. Ёлки-покки. Я еще те-то не потратил. Я забыл про них. Мы же после этого исполина получили уровень. Так, ну что же. Давай посмотрим. Это у нас Блоб. Магия рейтинг увеличится на 1. Это надо, потому что он у нас маг. Поэтому обязательно нужно увеличивать рейтинг ему. Так, Ваера у нас. Что-то прокачать. А что такое вот? А, критический урон плюс. Хорошо, на 15% повысим ему урон. Так, нашему Орлику мы, скорее всего... Так, крит у нас изучен. Атака плюс. На 1. На 1, да? Слушай, а если мы с вами... Нет, нам нужно вот это вот прокачать. Магия плюс, потому что он тоже маг. Он бомбит магией. Так, вот моржа. Я не знаю, куда прокачивать. Какую ветку. Так, в начале каждого хода каждый монстр в отряде исцеляется на 7,5% от максимального уровня здоровья. Вот это хорошо. Это как поддержка. А котику мы с вами прокачивать будем. Атака плюс. Потому что он у нас ближник по физухе. Ну что, вроде бы все, да? А нет, не все, ребята. У нас еще Грамми, у которого тоже есть 6 очков навыка. Давай посмотрим, что он делает. Во-первых, он, по-моему... Да, исцеление у него есть. Давай, потому что нам... Кстати, вы посмотрите, какое у него древо странное. То есть, не такое, как у нас, да? Одна и потом по три. А тут, смотрите, по две и по четыре расхождения. Так, давай восстановление. Вот это мы с вами изучим. Щит диверсанта. При наложении на противника отрицательного эффекта накладывается эффект щит мощностью 50% от собственной защиты. Немножко я как-то не могу догнать, что это такое. Так, а вот эта штука накладывает на всех щит мощностью 50%-40% защиты. Хорошо, давай выучим. Сколько еще? Два очка навыков, да, у нас? При наложении отрицательного эффекта накладывается эффект регенерация. Воу. Слушай, это круто. Каждый удар с вероятностью 10% накладывается эффект пролом брони. Слушай, да он вообще какой-то бафер-антибафер, я бы так сказал. Слушай, ну давай, давай, наверное, выучим вот эту вот штуку и распад доспеха. Вот так вот. Он шикарен. Он, кстати, наверное, будет круче Блоба. Проверим его потом в бою. Слушай, а здесь, по-моему, мы с вами были. Да, мы здесь с вами были, это однозначно. Однозначно. Так, а вот здесь почему-то мы не были. Вниз мы не спускались, а почему? Непонятно. Так, открываем сундук. Лесной орешек. Кстати, да, пока тут у нас это все дело. Давай-ка мы с тобой лесной орех, это защита, здоровье и картошечку применим вот на этого. Потому что у него, друзья, ничего Женьки пока не стоит. А нам хотя бы хоть что-то поставить. В общем, защиту и здоровье я ему влепил. Поехали. Я потом смогу подняться отсюда? Ребят, смотрите, мы с вами под водой. Может быть, здесь будут какие-нибудь плавающие монстры? Ать! Тихо, подожди. Ну-ка, и сюда. Ага, я не могу туда. Подожди-ка, секунду. Раз. Ну? Блин, не получается. А как же мне туда попасть за сундуком? А, подожди, я могу тут летать или нет? К сожалению, друзья, я здесь летать не могу. Под водой мы не летаем. Да что такое ты? Ты хорош. Фу, я уже думал, что мы сейчас... Ать! Ну, вы поняли, да, что я хочу сделать? Да я думаю, вы поняли прекрасно. Я хочу сделать одну вещь, которая называется вот так вот. Перелетыш. Странное какое-то место. Очень странное. Много призраков. Тут шаман. А мне надо туда дальше пройти. Я перепрыгнуть, наверное... Смог. Смог я перепрыгнуть? Здесь наверх есть у нас дорожка. Смогу я, интересно? Смог. А как мне вот туда перелететь? Давай потихонечку. Получилось, ребят. Опачки. Опа, пули. Ты кто такой? Поговорить. Да нет, поговорить говорю. Феликс, отстань. Приветствую тебя, путник. О, так ты хранитель монстров, да? И сколько же исполинов ты уже истребил? Три? Неплохо. Я? О, у меня тоже есть несколько монстров. Но я с исполинами стараюсь не связываться. Я просто странствую и исследую разные области заповедника. Иногда я нахожу сокровища. Вот что я тебе скажу. Ты делаешь доброе дело. Эти осколки кристалла пригодятся тебе, когда ты заберешься глубоко в какое-нибудь подземелье. Так, получено три осколка кристалла. Телепортируют вас обратно в крепость хранителей. О, спасибо, братух. Спасибо тебе, Бэкс. Эти осколки кристалла особые. С их помощью можно мгновенно вернуться к камню телепортации в крепости хранителей. Что ж, прощай. Желаю тебе удачи в твоих странствиях. Спасибо, Бэкс. Вот это хороший ты подарок сейчас мне подарил. Благодарствую. От души, бро. О, тё-тё-тё-тё-тё-тё-тё. Исполинчик тут стоит и ушами шевелит. Друзья мои, ну что, давайте открывать, наверное, вот эту вот дверьку. Для этого нам понадобится травяной. Вот так вот, по-моему, да? Давай пузырики свои. Нет? Я ошибся. А кто же тогда? Может быть, ты? Активировать сферу воды. А, вот. Нет, это побеги разрезать. Да, блин, что ты хочешь сказать, что у меня... Двигать тяжелый... Прикинь, вот смотри. Проламывает невидимые стены и двигает тяжелые камни. Помните, у нас был сундук, спрятанный за дверьми? И там надо было нажимать кнопку. Но я там валуна никакого не видел, если честно. Так, разрезает побеги, проламывает стены невидимые. То есть, получается, я этот сундук не смогу открыть. У меня не хватает, ребята, монстра. А тут что нужно? Тут что нужно? Электричество, да? А у меня даже и такого монстра нету. Блин, вот засада, друзья мои. Слушай, я из полинов бомбить бомблю. Почему они ко мне не присоединяются? Как думаешь, я смогу его победить? Ой, хотел перепрыгнуть. Господи, он 10 уровня, ребята. Он 10 уровня, аж поперкнулся. Так, давай я возьмем код Серкера и Грамми. Ух, попытка не пытка, друзья. Так, удар молнии неплохо его бомбит. Поехали. Шикарно. Так, когти. Оу, он, видимо, против магии слаб. А против физухи очень силен. Выстрел в слизи. Так, что он делает? Воспламенение, да? Да иди ты в пень, ты что творишь? Пырь! Ты смотри, что он сделал, а? Блин. Да это какой-то бред. Когти. Я боюсь, друзья мои, мы с вами вряд ли здесь выживем. Против такого-то исполина, который по два раза ходит. Смотри, что творит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Малое зелье, малое зелье. Давай обычное зелье применим с тобой на нашего орлика. Котофейчик, пускай повесит регенерацию. А мы с вами щит. Щит. Нет, нет, нам нужно восстановить здоровье. Жесткий, конечно, скелетик этот. Очень жесткий, поэтому поехали. Поехали. Заходим в предметы. Берем зелье малое. Сюда вешаем. Так, когти поддержка. А, это регенерация и приспешник. Давай бомбанем, наверное, просто. А вот здесь уже повесим щит на весь отряд. Вот. Вот это уже другой разговор. Как он прожигает, а? Посмотри на него. Ладно, атакуем. Атакуем. Отлично. Так, щит. Давай еще повесим щит. Угу. Да. Жесткий, конечно, скелет. Долго будем драться с ним, но мне кажется, мы должны победить здесь. Отравление висит. И это пробитие щита у него еще висит, ты представляешь? То есть, а он мне просто с удара сносит всю броню, ты представляешь? Вот так вот он делает. Давай молнию. Это я, получается, сейчас пол хп у него, да, снес? Половинку здоровья, да? Так, и щит. Щит, конечно же щит. Главное, чтобы у меня не закончилось, друзья мои. Манна. А иначе будет финиш. Он меня еще и поджег. То есть, мы с вами горим потихоньку. Котофейка, котофейка, давай, вали. Восстановление. Восстановление. Что-то он как-то уже больно суровым становится. Атака. А у него магия, я так понимаю, не заканчивается, да? Вечная, получается. Так, ну, когтями. Дальше восстановить щит. Слушай, мы просто с вами щит повесим. Вот так вот. Блин. Ничего себе он раздухарился. Эй. Скелет. Давай-ка потише. Давай потише, парень, а? Ты что тут творишь-то? Ты мне чуть... Котофея моего не уничтожил. А ведь он может это сделать. Чувствую, может. Ай. Так, взрыв нет. Давай молнию. Молния. Плюс... Резкий удар. Так, отлично. И... Восстановление здоровья. Блин, взялся за котика, а теперь. Ты посмотри на него. Меня спасает очень сильная регенерация. Очень сильно спасает. Вау. Исполин готовится от дуплицы, я так понимаю, да? Ну, радуется пока еще рано, на самом деле. Фиг его знать, что у него там на уме. Ай, по-моему, да. Мы потеряли с вами одного из героев. Ну, и Исполина мы тоже с вами подбили. Да, друзья мои, победа. Две звезды. Виноград и слеза Феникса. Во, совсем другое дело. Справились мы с вами все-таки с этим Исполинчиком. Открываем сундучок и получаем свиток. Магия плюс 8 и регенерация маны. Я скажу тебе, это очень неплохо. Ах, вот. Слушай, ребята, давайте-ка мы с вами пройдем все-таки сюда, знаешь? А, тут у нас... Ну, мы можем вниз спуститься. Кстати, все-таки я думаю, что нам нужно с вами захватывать тех монстров, которых у нас нету. А нету у нас очень много с вами монстров. Кстати, вот для чего вот это вот делать? Ведь неспроста же, а? Ведь не просто же так. Или для красоты. Хм. Проход под водой. Что-то интересное. Ого. Друзья мои, смотрите, я просто во тьме. Хм. Как-то странно, да? Такое впечатление, что я должен там освещать себе путь. И, возможно, там что-то лежит. Секретненькое. Неподвластное, как говорится, нашим взглядам. Я все ниже и ниже иду. Да, вот тебе и синие пещеры. Они очень большие. Друзья мои, я хотел бы получить монаха. Я думаю, что вы не будете против, если я его себе заработаю. Да? Заодно и посмотрим. Потому что, ну, хотелось бы мне открыть те сундучки. Так, ну что, берем с вами котофеечка. Возьмем с вами грамми и орла. Поехали. Отлично. Поставим щит. И взрыв. Подожди. Да, взрывом. Хорошо. Восстанавливает здоровье, конечно. Слушай, ну, щит очень, очень классная вещь. Вы сами видите, да? Сколько он держится. Отнимает, как говорится, защищает от нехилых атак. Так, взрывом. А сейчас этот грамми все равно будет лечить, да? Мне кажется, надо его в первую очередь уничтожать. А, монах сам себя может еще залечить. Вот оно что. Хм. Вешаем регенерацию, короче. И... И щит. А щит, кстати, имеет способность накапливаться. Вот что я хочу сказать. То есть, он эффект наложения идет. Угу. Так, понятно. Продолжаем бомбить, наверное, грамми. А, он 11 уровня. Вот оно что. Он 11 уровня. Я думаю, что-то как-то... Сильно... Слишком сильный. Какой монах мне надо было... Сейчас... Нет. Они почему-то не хиляют. А почему не хиляют? Хм. Почему они не хиляют себя? Щит. Давай щит поставим. Так, взрыв. А у нас грамми что, не может травить? По ходу дела. Да? Он не имеет способности отравить. И это плохо. Это большой минус. Ну, если сравнить его именно с блобом. Хотя нет. Есть у него отравление. Че я? Все. Отлично. Все отравляет. Так. И надо нам просто начинать уже бомбить монахов. Минус грамми. Так. Тихо, 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 тихо. Орлика не трогайте, пожалуйста, мне. Начинают они его бомбить. Так. Восстановление, да? Восстанавливаем здоровье нашему Орлику. И делаем взрыв. Морожные удары. Наверное, я не получу здесь никакого нового питомца. Ну, а хотелось бы, ребят. Ну, хотелось бы, конечно же. Так. Помбо удар. Подожди-ка. Угу. Они абсолютно все одинаковые, да? Давай его еще немножко траванем. И взрыв. Ну. Молодцы. Победа за нами. Сколько звездочек? Три. Ну, естественно, ребята. Мало сопротивления. И еще по уровню. То есть, здесь мы с вами еще не были, да? Подземелье-то вообще... Ух ты. Ага. Ага. Все, я понял, ребят. Без электрических. Подожди-ка. А мне действительно нужно какое-то электрическое. Может быть... Так. Этот меня только может приподнять, да? Ну, морожь вряд ли... Угу. Морожь ничего не сделает. Этот только меня тоже поднимает. Так. А что ты делаешь? Угу. Понятно. Блин. Я хотел бы туда пройти. Вот серьезно тебе говорю. Хотел бы туда пройти, но... Нет у меня такого... Опа. Смотри-ка. Камень. Камень, который можно передвигать на кнопки. А как же быть? А как мне, друзья мои, быть? Хм. Очень интересно, да? Смотри. Вот до этого камня мне нужно как-то добраться. А как? Не получится. Слушай, очень-очень такие... Загадки ловушки здесь. Я надеюсь, отсюда могу выбраться? Могу. То есть, где-то мне нужно взять электрических монстров. В любом случае, я сюда вернусь... Когда у меня здесь темнота, да? Ага. Когда у меня появятся определенные виды новых монстров. Я сюда обязательно приду. Точнее, мне нужны электрические, как мы поняли, да? Вот, может быть, с этими духами подраться? Блин. Ладно, фиксим. Давай подеремся. Так. Берем кого? Кота. Грамми. И орла. Кстати, я уровень-то им... Получить-то получил, а прокачать-то забыл. По навыкам-то. Верно? Верно. Упущение мое, кстати. Не контролируем мы с вами этот процесс. Так, ледяной ветер. Ну, я понял, что эти духи... Ага. А, подожди-ка. У нас монах. Молниеносные удары. А это, случайно, не те удары, которые нам нужны электрические? Как ты думаешь? Смотри, я тоже не знаю, те или не те. Так, ну что, призраки. Призраки у нас что делают? Накладывают щит и бросаются ледяными там всякими снарядами. То есть, ну, можно понять, да, ребята? Они... Ну, ветра, так скажем. Подчиняются ветру. Природе. Силы природы, е-мое. Так, давай добьем, наверное. Так, минус один. И этого хонорика тоже мы сейчас с вами должны подбить. Так, броню мы ему, по крайней мере, сломали. Так, а он все... Все... Вешает, вешает. Все больше на себя кастует брони. Ты понял? Давай его, наверное, траванем. Чуть-чуть. И... Молнией. Боится молнией, да? Смотри-ка. Щит. Он все хочет за счет щита выйти. Но ведь не получится у тебя. Парень, у тебя ничего не выйдет. Щит тебе этот не поможет. Все. Победа за нами, ребят. Так, малое противоядие. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой навыки-то распишем. Так, это у меня блобчик мой. Родной старенький блоб. Давай магию. Здесь у нас у Вайра. Мы прокачаем с тобой, наверное, я. А вот это вот, да? Приспешник. Здесь нам у Орлика надо прокачать. Ага, манна плюс. Кстати, регенерация манны увеличится на 5. Давай, давай. Потому что с манной у нас всегда проблемы. Так, а здесь мы с тобой канал и слава на случайного монстра. Слава. Так, Котофейчик, ты у меня. Тут прокачана ветка полностью. Так, за каждый положительный эффект, наложенный на этого монстра, он наносит на 3% больше урона. Вот это, кстати, классно. И ты, радость моя, что же тебе? Так, магия плюс. Плюс. Погоди-ка, давай-ка мы с тобой вот это, наверное, прокачаем. Да, выстрел слизи. Как раз будешь отравлять шикарным образом. Так, ну что, ребята, я как бы возвращаюсь, что ли, к истокам своим. Вот здесь вот. Ага, вот он тот самый сундук. Перо плюс 2. И смотри, самое удивительное, что вот здесь вот я тоже как-то могу проплыть вниз. Ну, судя по всему, мне здесь нужна какая-то способность. Какая-то обалденная способность. Так, а ну-ка, подожди-ка. Где у меня котик? Может быть мне здесь кот поможет? Ха, точно. Кот мне помогает. Отличненько. Так, и мы получили клык. Атака 13, магия 13 и шанс крит плюс 7. Слушай, шикарно. Слушай, а как же мне вниз-то попасть, а? Может быть, какой-то есть монстрик, который может утяжелять меня. Ну, вряд ли это, конечно, морж. Хотя, кто его знает? А, он почему-то даже... Он даже не появляется здесь, ты понял? Хм. Нет, друзья мои. Ничего подобного. Ничегошник подобного. Ладно, сундук мы с вами открыли. И что? Да елки-палки, ты будешь мне подбираться? То есть, надо сюда будет возвращаться уже... Ну, действительно, когда у тебя будет полная коллекция монстров. Мне действительно нужны монстры всех стихий. Есть еще одна вон там загвоздочка, смотрите. Но я, по-моему, туда не могу пройти, да? Ведь... Вот, видите, там местечко есть одно. В котором я еще не был. Пробежать смогу, нет? Да елки-палки. Да что ж вы... Ага, ага, ага. Нормуль. Все, удачно. Этого призрака нужно тоже поймать-то, по идее. Вот, смотри, в самый низ, если я упаду... Почему я там вот не мог пройти? В чем проблема здесь? Проблема только в том, что я сюда сам не заходил, да? Грибы, кстати, вот эти грибочки, может быть, нам надо тоже взять и бомбануть. Мне нужны все эти монстры. Друзья мои, можете смеяться хоть до потери пульса, но монстры мне эти нужны. Так, давай бомбанем. Единственное, да, наверное, вас утомляет смотреть вот эти вот все бои. Ну вот, игра именно заключается и в этом. А как в покемонах? В покемонах то же самое. Ты ловишь монстра, да? И потом... И потом его развиваешь. Так, а ну-ка. Так, я думаю, что этот у нас от дуплица. Давай-ка следующего убрать уже в оборот. А здесь мы с вами восстановим здоровье. Нет, ребят, я ошибся. Я думал, что та поганка от дуплица. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бедного котика потеряли мы с вами, да? Ну что же, предметы. Слезные фениксы, слава богу, у нас есть. Слава богу, у нас есть слезы. Так, минус. Давай-ка, наверное, мы с тобой щит поставим на весь отряд. Избиения, споры. Что же вы творите, а? Грибочки. Что же вот так жестко-то? Так, давай-ка я его отравлю. Котик, выживи, пожалуйста. Опять, что ли, г... Ладно, без него, ребята. Что-то котику мне как-то вообще сдаётся. Угу. Что там? Ход противника. Взрыв. Да, нам надо сделать взрыв. И... Слушай, щиты, наверное, поставим? Просто я смотрю, здесь есть такие монстры, которые щиты просто уничтожают на раз-два. Так, отравим. Хотя он и так отравлен, но всё равно. Что ты там пыхтишь мне, пыхтун? Кислотный дождь. Кислотный дождь. Ну что, добиваем, наверное, я думаю. Всё. Допрыгался кузнечик. Сколько звёздочек? Две. Две звезды, это, конечно, мало, ребят. Нам, чтобы получить яйцо, нам нужно как минимум три звезды. Как минимум. Так, подожди, а это всё, что ли? Я пришёл и забомбил эти грибочки, и здесь тупик. Ага, тупик. Кольцо жизни плюс один. Где у меня котик? Котик, ну-ка, проверь, пожалуйста, вот эту стенку. Смотри, что делает, а. Прям ловушки. Не ловушки, а секретики на секретиках, друзья мои. Они везде здесь. Разбросаны. Кстати, у нас очень много с вами нового снаряжения. Поэтому пора бы, наверное, поставить что-нибудь. Вот, смотри, вот, цестус плюс один. Нехило? Нехило. Поэтому берём. Так. Защита плюс 20. У нас с вами... Ох, ёлки. Здоровье 190, прикинь. Пояс. Защита 35. Крит плюс 12%. Офигеть. Так, давай-ка мы поставим на тех, кем пользуемся вначале. Так, это понятно, это не то. Лента. Лента что даёт? Здоровье 190... Подожди, что лента даёт? Здоровье плюс манну. Здоровье плюс манну. Смотри, тут атака, магия и шанс-крит. Это клык плюс один. Мана 49. Кольцо жизни я поставлю ему. Нашему. Так, а вот коту я хотел... Так, во-первых, здесь поглянем. Ничего хорошего, да? Коту я хотел... Так, браслет. Защита и регенерация. Так, защиту... Нет, подожди. Вот, атаку, магию и шанс-крит. Шлем у нас что делать? Защиту и атаку. Тут за руль 125. 125. И здесь то же самое, да? Ага. Кольцо мощи. Шанс-крит 11%. Эх, соблазняет. Защита 16, регенерация манны. Как бы не очень нужен. Блин. Ага, у этого вообще ничего нету. Господи, я думаю, что он так бомбит слабенько-то? Ё-моё, друзья мои. Вот лопухнулись. Так, ну что, по физухе он, конечно, не ахти. Поэтому физуху ему качать не стоит. А вот сферу я, пожалуй, и одену. Дальше. Регенерация манны. Это ерунда. Это не то. Защита нам не нужна. Здоровье пока тоже вроде как. Манна 49. Так, защита и регенерация манны. Ну, давай, наверное, браслетик повесим ему. Регенерацию манны. Так, подожди. Вот, здоровье ему немножко поправим. И надо что-то тоже на... Ну, давай на шанс-крита. Фиг с ним. Так, здесь у нас... Ну, здесь все хорошо. Защита плюс 20. Слабенькая защита, на самом деле. 44 пускай будет. Так, шкура. Что значит шкура? Защиту и здоровье. Ну, это нормально. Шкура нормуль. Так, манна. И регенерация манны. Ну, в принципе, это ему не нужно. Ему вот, наверное, вот это вот здоровье плюс манна. Вот так вот. Будет у нас типа танком. Слушай, я не знаю. Может быть, нам пора с вами в замок перелететь уже. По-моему, я тут уже обрыскал все, что можно и все, что нельзя. Наверное, все комнатки уже... А есть у нас карта? Вот, карта. Давай посмотрим здесь пообщей. Хм. Я вижу два местечка, где я не был. Вот здесь вот, где оранжевый, да? Ну, там у нас не хватает определенных монстров, да? Чтобы я смог это активировать. Полетели, наверное, с вами в замок. Ой, елки-покки. Кстати, вот этого чудика-то надо бы тоже нам как-то получить. Генку-то этого. Так, выбираем монстров. Возьмем Грамми, Орла и Кот Серкера. Ну что, поехали. Выстрел в этого чувачка красноносого. Так, взрыв, удар молнии. Удар молнии. И добиваем. Вот так вот. Видите, что значит повесить на себя классные шмотки? Сразу видно эффект. Хотя у них тут и уровень-то, по-моему, маленький, да? Так, взрыв. Ух, нехило. Взрывчик. И добиваем когтями. Нормуль. Так, избиение он делает, да? Кислотный дождик. Взрыв. И добьем. Да, друзья мои. Сколько нам дадут звездочек? Вот, четыре. Яйцо Тенго. Ну, неужели? Неужели мы с вами заработали все-таки это яйцо Тенгу? Давайте-ка его достанем из яйца. Так, подожди, вначале мы. Подожди ты, елки-палки. Нет, мне нужно. Какое снаряжение? Навыки дайте мне, господи. С пантологи меня сбивают. Так. Что нам прокачать? Не понял. О, у меня прокач... Ребята, он что, десятый уровень, что ли? Да? У него десятый уровень, и открываются у нас новые способности. Так, исцеляет цель. Фух, нехило. Так, исцеляет всех. Вот, что мне нужно. Конечно же, полное исцеление, друзья мои. О чем тут можно говорить? Так, у Орлика-то. Господи, один взрыв. С 310% физики. На всех врагов. Ё-парасетэ. Шикарно. Просто шикарно. Так, смотри там, какие еще дальше. Магический урон, огонь. Действует на всех врагов. Вспышка на солнце. А хохо, не хохо? Так, что я, друзья, хотел? А, естественно. Сумка, сумка. Где у нас там? Яйцо Тенгу. Открывайся, Тенгу. Я так понимаю, он какой-то огненный чувак. Так, я могу ему крит урон. Крит урон. Давай, Тенгу. Так, и кто же ты у нас по своей стихии? Он сжигает побеги. Поджигает факелы. Поджигает факелы. Кстати, поджигает факелы. Помните, у нас было место, где темнота. И активирует сферы огня. А мы где-нибудь сферы огня с вами видели? Я видел только молнию и сферы травы. Ну, травинка там, по крайней мере, была нарисована. Сферы огня где-то, по-моему, попадались. Вот где точно, не могу вспомнить. И я, с вашего позволения, вот сюда пробегусь. Вот монаха мне еще, конечно, нужен. Давай попробуем, друзья мои. Погоди-ка. Мы с вами Тенгу-то открыли. Открыли. А снарядить-то его не снарядили. Так, деревянная. Какая деревянная палка еще? Он у нас, я не знаю, скорее всего, маг. Он, скорее всего, у нас маг. Поэтому начнем вот с этого. Перо. Регенерация манны. Регенерация манны плюс 33. Манна 49. Отлично. Книжечку. И свиток. Магия плюс 8. Вот, ребята, какая штука, которая, ну, усиливает нам магию. Это именно магия плюс 8. Ну что, выбираем с вами монстра. Заодно и проверим. Ай, хотел проверить Тенгу. А я его, друзья, просто-напросто не взял в свой отряд. Ну что же, давай посмотрим вот эти вот все штуки-дрюки, что мы с вами изучили. Ой, красиво. Красиво. Так, добьем. Грибок, наверное, этот. Нет, не добили. А вот сейчас мы его точно уничтожим. Слушай, ну, смотрите, мы с вами растем и вражину просто уничтожаем буквально моментально. Так, взрыв. Давай вот этого грибочка. Оп. А дальше каготочки. Ой, каготочки хотел не туда, ребят. Ладно, фиксим, попробуем. Нет, не сможем, да? Подожди, а у нас что-нибудь есть посерьезнее? Посерьезнее ничего нету, да? Ладно, сделаем кислотный выстрел. Сдох, монах. Причем так быстро? И взрывчиком добиваем. Так, победа. Четыре звезды. Твою ж налево, ребят. Ну, не дали мне, не дали яйцо в этот раз. А я надеялся, надеялся на это. Так, Вайра. Давай-ка мы прокачаем, наверное, вот это вот избиение. Так, дальше кто у нас идет? Грамми. Грамми еще слабоват, что ли? А, у него только девятый уровень. Хм, давай, наверное, магия плюс. Чтобы у него были магические уроны. Кстати, а как вот тут поменять? Ну, например, я беру вот этого. И перемена. Перемена. Ага, все, понял. Вот так вот это делается. И у него еще шесть очков навыков, господи, которые я даже не потратил. Так, ну где мои навыки? Давай тенгу. Так, огонь, да, все-таки у него? Магический урон, огонь, естественно, друзья мои, огонь. Атака и магия увеличиваются на 15% от максимального уровня манны этого монстра. Ух. Так, манна рейтинг увеличивается, естественно. А вот это что такое? Пламенный удар. Действует на всех врагов. Воу. Слушай, он хорош парень-то этот. Так, а вот это что такое? Ядовитая бомба. Магический урон земля. Накладывается яд. Хм. Яд я люблю. Так, щит магии. В начале боя накладывается эффект щит. Мощность щитю на 100% от магии. А, все, у меня закончили, да? Так, друзья мои, ну что, смотрим. Если там какой-то тупик или еще что-нибудь, мы с вами будем телепортироваться в город. Ах, вот оно что. Вот здесь вот, ребята, вот как-то странно. Вряд ли я смогу вот этот вот забор пробить. Вряд ли. Так, и здесь у нас все взято. Ну что же, я, наверное, с вашего позволения пойду телепортироваться в замок. И, наверное, будем сохраняться и заканчивать эту серию. Да? Так, в замок. Оп. Крепость хранителей. А у нас еще в крепости прыгать и бегать. И разыскивать, и изучать еще очень много чего. Ну что ж, друзья. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!